Здравствуйте! Это «Право на маму». О таких детях говорят солнечные. Но, к сожалению, даже хорошие родители, носившие 9 месяцев под сердцем малыша, наслушавшись пугалок от врачей, соседей, отказываются от таких деток. Так произошло. И с героем нашей программы – Давидика. Все время, пока мы снимали этого кроху, он нас пугал. Только поняли мы это не сразу. Давид – ну очень интересный малыш. Когда он находится среди незнакомых людей, начинает вот так смешно бурчать, как будто пугает или предупреждает. Я серьезный парень, меня обижать нельзя. Мне нравится само состояние. Ты что, сиди тут на этих шарах. Вставай, давай ручки. Посадила куда? Как тибетский хан сел. Ну сейчас я тут придумаю вам что-нибудь. Мне лично он напомнил мышонка из мультика, который, зажмурившись сам от страха, размахивала прутиком и кричал «не подходи». Но мы и не подходили близко. Просто наблюдали за этим смешным малышом. Как индюк. Думаю, кто же так делает? Да-да-да-да. Молодцы. 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 Давиду всего два года. И все это время он живет в доме ребенка. Он хорошо ползает, самостоятельно садится, лепечет о своем, о важном. Одна из главных черт малыша – любопытство. Ему обязательно нужно все посмотреть, разведать и потрогать. А теперь его заинтересовал декоративный фонтанчик. Давид – добрый и активный ребенок. Так говорят о нем воспитатели. Он общительный, но так было не всегда. Первый год он сильно болел и почти все время был в больнице. Потом, оказавшись в группе, он очень уставал от детей, бурчал и плакал. А сейчас сам подползает к деткам, играет вместе с ними в игрушки. Пошли, фотографируй. Все-таки зависит от взгляда на ребенка и желания помочь ему. Если родители хотят, чтобы из него что-то сделать, все равно что-то получится. Только не сразу, постепенно, но получится. Если у этого смешного, но очень одинокого мальчика появятся родители, которые полюбят его не за что-то, а просто так, жизнь малыша заиграет совсем другими красками. Если родители мягкие, он будет ими крутить. Родители должны быть и строгие, и требующие от него. Потому что надо требовать, не надо жалеть, конечно, ласка это присуще. Но если немножко с ним строгость, то это все получится. Не сразу, постепенно, да, будут минуты отчаяния когда-нибудь, что ничего получаться. Тогда папа поможет, мама поможет, бабушка. Как-то вот все вместе надо. Если семья дружная, кто-то строгий, кто-то ласковый, то все получится. Посмотрите на этого Круху. Может быть, это ваш сынок? Я не могу не рассказать вам о Захаре. Просто потому что считаю, что у каждого ребенка должна быть семья. И мы не боги, чтобы решать, где ему будет лучше, с мамой и папой или в госучреждении. Поэтому знакомьтесь. Захар. Это маленький Захарка. Ему три с половиной года. В государственном учреждении Захар находится с шести месяцев. Захар спокойный мальчик, малоподвижный. Но все равно мы его стараемся немножко тетюшкать. И насколько это возможно, и поворачивать, и руки, и ноги поднимать, чтобы в силу даже вот своей малоподвижности, ну, все равно как бы немножечко развивать его, конечно. Дай, ладошка, моя крошка. Нравится дощечка? Захар, что чувствуешь? Нравится? Ой, какая. Вот такая дощечка. Давай посмотрим. Давай этой же ручкой. Ой. Ой, какая ты чувствуешь, Захар? Она другая, да? Давай-ка, другая. Одно из любимых занятий Захарки – это массаж пальчиков специальным колечком, который ему делают педагоги. Пальчик, где твой домик? Как тебя зовут? Я большой пальчик, и дом мой тут. Пальчик, где твой домик? Как тебя зовут? Я указательный, а дом мой тут. У него, конечно, множественные нарушения. Ребеночка и нарушение зрения, и нарушение слуха. Поэтому единственный канал для нас, общение – это тактильный канал. Мы общаемся с помощью прикосновений. Захар очень чутко реагирует на все прикосновения, на тактильные раздражители, которые мы используем, на различные мячики. Где у Захара ручки? Где у Захарки ручки? Вот они какие! Ладошки большие! Ладошки большие! Вот хлопушки такие! Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп! Вот какие у нас ручки! Давай мы с тобой посмотрим, кто пришел к Захарке. Вот он, ешь такой колючий! Что ж ты ешь такой колючий? Это я на всякий случай! А мы тоже, на всякий случай, показываем этого малыша. Вдруг кого-то тронет этот мальчик, и вы захотите подарить Захару свою любовь и заботу. А больше ему и не надо. О Тимуре. Ему уже 16. Я рассказывала год назад. Но семья для парня так и не нашлась. Скорее всего, сейчас ему нужна даже не семья, а друг и наставник. Поэтому, может быть, посмотрев наш сюжет, кто-то захочет стать именно таким человеком для Тимура. В этот центр Тимур попал два года назад, когда его мать, совершенно не занимавшуюся воспитанием сына, лишили родительских прав. Тимур пришел сюда в куртке с капюшоном, дополовину закрывавшим его лицо. Он сторонился всех и ни с кем не разговаривал. Выяснилось, что он даже не ходил в школу, а только бродяжничал. В центре есть традиция – утром обниматься и желать друг другу хорошего дня. Тимур же выходил из комнаты, скрыв лицо капюшоном и не замечая никого вокруг. Но прошел год, и из закрытого подростка он превратился в доброго и жизнерадостного парня. У него даже появились свои увлечения. Ему очень нравится спорт. Он себя видит в спорте, в футбол, и хотелось бы еще какие-то единоборства. А еще Тимур мечтает о собаке. Собака – друг, собака – собеседник. Собака дает безусловную любовь. Но главное – собака – защитник. Питболер, ротвеллер. Такие спортивные собаки. Он уверен, что справился бы с дрессировкой таких собак. Готов обучиться этому. Но пока живет в государственном учреждении, это невозможно. Зато возможно подойти ближе к своей цели. Тимур решил после девятого класса поступить на газоэлектросварщика. В этом году он наконец-то вместе со всеми ходит в школу. И, как отмечают педагоги, ему это нравится. Возвращается с улыбкой на лице и с удовольствием делает уроки. Во-первых, мы с ним обнимаемся. Это такой шаг, такой прорыв для нас и для него. И в последнее время мы с ним очень много говорим о семье. Он наконец-то начал хотеть в какую-то семью. Он выражает уже желание, что, может быть, куда-то в гости съездить, посмотреть, как люди живут. Он говорит, что родными эти люди, может быть, не станут, но близкими людьми они могут стать. Ты хочешь семью вообще? Да, можно было попробовать. Какие должны быть люди? Не знаю, как объяснить. У меня ни разу не было приемной семьи, не знаю. Любовь и защита. Скорее всего, именно этого Тимур ждет от приемной семьи. Семьи, которая поможет исполнить ему две главные мечты – заниматься самбо и воспитать собаку. Это была программа «Право на маму». Каждый ребенок имеет право на маму. До встречи через неделю на телеканале «Самаргис». Программа создана при поддержке благотворительного фонда «Евита». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова